Компания Toyota раскрыла подробности о кроссовере Harrier нового поколения. Модель четвертой генерации, технически повторяющая нынешний RAV4, сохранила общий стиль предшественника. Пока представлена версия только для домашнего рынка. По неофициальным данным, кроссовер может стать глобальной моделью. Четвертый Harrier, как и все последние крупные модели Toyota с поперечным расположением двигателя, построен на модульной платформе TNGA, а именно на платформе JAK, со стойками MacPherson спереди и двойными поперечными рычагами сзади. Геометрия подвеса кроссовера оптимизирована для достижения баланса между комфортом и остротой реакции, пересмотрены характеристики амортизаторов и жесткость соединений. И если RAV4 позиционируется в качестве более внедорожной модели, то при продвижении нового Harrier ставка сделана на премиальность и комфорт. Новый кроссовер не стал крупнее предшественника. Длина выросла на 15 мм, до 4740 мм. Ширину прибавил 20 мм, 1855 мм, а высота, благодаря новой платформе, уменьшена на 30 мм. Колесная база те же 2690 мм, что и у RAV4. Дорожный просвет нового Toyota Harrier на 19-дюймовых колесных дисках составляет 195 мм. Общая дизайнерская концепция сохранилась, но при этом новый кроссовер выглядит изящнее предшественника. Harrier обзавелся более узкими фарами, с двойными светодиодными L-образными дневными ходовыми огнями. Задние фонари объединены в одну линию. Такое решение знакомо нам по новой водородной Toyota Mirai. Внутри массивный центральный тоннель и передние кресла с интегрированными подголовниками. Harrier имеет аналоговые приборы с центральным экраном и мультимедийную систему с парящим тачскрином диагональю 12,3 дюймов, с интерфейсами Apple CarPlay Android Auto и аудиосистема JBL с девятью динамиками. Впервые на Toyota здесь появилась панорамная крыша с электрохромным стеклом с регулировкой прозрачности и моторизированной шторкой. Еще одна новация для марки — цифровое салонное зеркало, которое вдобавок снабжено функцией записи обстановки спереди и сзади. Разумеется, паркетник оснащен комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense, готовым автоматически останавливать машину перед пешеходами днем и ночью и велосипедистами днем. Работает автоторможение и перед неподвижными объектами при маневрах на парковке. Вдобавок у ESP появилась функция, уменьшающая недостаточную поворачиваемость — управляет вектором тяги путем подтормаживания колес. Вместе с тележкой у Toyota Harrier поменялась гамма двигателей. Теперь это те же самые агрегаты, что и у модели RAV4 для японского рынка. Атмосферник 2.171 л.с. с вариатором Direct Shift CVT и гибридная силовая установка THS2 на базе атмосферника с непосредственным впрыском 2.5 литра , который дополнен передним электромотором . Комбинированная отдача такой системы составляет 218 л.с. Гибрид также может быть полноприводным. Но в таком случае задние колеса вращает отдельный электромотор на 54 л.с. . Комбинированная отдача в такой версии составляет 222 л.с. Любой из агрегатов сочетается с передним или полным приводом. Стоит упомянуть розетку на 100 В, входящую в оснащение гибрида, способную питать внешнее оборудование мощностью до 1,5 кВт. В Японии старт продаж нового Toyota Harrier запланирован на июнь текущего года. Также кроссовер может появиться в Китае и Северной Америке. Если Harrier появится в России, то будет ли автомобиль пользоваться спросом, несмотря на новый RAV4? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.